Учение апостолов третья часть В принципе все остальное То есть третьим решил я ограничиться клипом То есть три клипа будет по апостолам Ну еще раз говорю на всякий случай Потому что ютуб тут Возможно первые два кто-то не слышал И этого начинает То есть это перевод послания апостолов В манихейской версии Я сделал с греческого непосредственно На простой русский язык И затем по темам Выбрал отдельные фрагменты и комментирую В данном случае про практику Сейчас будет про разные практические аспекты христианства Как их апостолы реально Освещают В реальном греческом тексте А не в комментариях Православных там Католиков и так далее Но по поводу закона Совершенно четко Апостолы говорят Что основной закон заключается В законе любви Кто любит брата Остается в свете И в нем нет скандала Ну как бы вот скандал Это любая агрессия Да можно даже перевести Что в нем нет никакой агрессивности В том кто любит своего брата Кто ненавидит брата Тот во тьме Ходит во тьме Не знает куда идет Потому что тьма слепила глаза При этом Апостолан говорит Что космос будет нас ненавидеть Тем не менее Мы на ненависть космоса Отвечаем любовью Потому что кто не любит Тот остается в смерти И тут верное такое положение Всякий кто ненавидит своего брата Убийца Потому что в пределе Любая ненависть это убийство Поэтому Всяческие оскорбления И хамства Это тяжелые на самом деле Преступления Потому что это по сути Свои убийства Убийства То есть Если ты человека не хочешь слушать И при этом ты его оскорбляешь В интернете просто постоянно Это преступление Это по сути убийство Потому что ты хочешь его устранить Вот тем самым Что ты значит его обругал Получается если бы у тебя была возможность Ты бы убил Поэтому в пределе А христианство Оно все до предела Доводит Любое оскорбление Любая там клевета Любая ложь Какая-то негативная Это убийство И получается Что наказание идет Как за убийство Потому что Всякий убийца Не имеет вечной жизни Которая бы в нем оставалась Призывает естественно Любить на деле Потому что на словах Это не то Ну и в общем да Дальше в основном Повторы То есть если Сердце нас не осуждает То есть мы знаем Что мы искренне Любим других То мы имеем смелость Богу Если что попросим То получим От него По поводу Закона иудеев Довольно определенная Позиция тоже В апостоле Павла И критике Иудейского закона Посвящен Посвящено Послание Галатам Где он Во-первых Говорит что Кефа Это скорее всего Петр Потому что Это камень Кефа Вот он Короче Живет по сути Погойски А Гоев Пытался заставить Быть евреями То есть Параллельно с христианством Пытался ввести Иудейский закон Ну возможно Он будучи евреем Думал что так вот Лучше То что он был воспитан В этих понятиях Не нужно забывать Что апостол Петр В принципе Простой рыбак Он просто других культур Не знал Кроме иудейской Он думал что Это будет лучше Если все люди будут жить Так как евреи Однако Павел Он более широких Таких взглядов Был человек Он был образован И он поэтому говорит Что не надо заставлять Гоев быть евреями У них там Свои обычаи И суть христианства Не в каких-то обычаях Культурных Не в каком-то законе Дальше он Довольно Много говорит о законе Он говорит что Сын Бога Выкупил от Бога закона То есть Есть Бог закона Который Некими материальными Правилами Пытается Человека Подчинить И уловить Но Сын Бога Он выкупил От Бога закона Получается это разное Потому что Получается что Как бы вот Люди были в рабстве Бога закона А потом Сын Бога Заплатил деньги Да и выкупил То есть Вот Бог закона И Бог небесный Это разные По поводу того Чему должны следовать Христиане Павел тоже Вполне определенно Высказывается То есть Они не должны следовать Иудейскому закону Или любому другому Ритуальному обрядовому закону Они должны жить По пневме А не по мясу И перечисляет Какие дела мяса Дела мяса Это все что Вытекает из привязанности К космосу То есть Включает в себя Разврат Магию Ссоры Любые сильные желания Любые склоки Разделения Зависть Пьянки Гулянки Все что Вытекает из Принятия Ценности Космоса Кто такое Постоянно делает Царство Бога Не будет Наследовать Пневма Другая Пневма Проявляется Как доброта Радость Мир Терпение Полезность То есть Рациональность Поступков Все хорошее Доверие Вежливость Самоконтроль Кто добрый Кто сам себя контролирует Кто спокойный Против него Естественно Нет закона То есть Он Никакого зла Не делает А Как описывает Злозакон Человеческий Нам не важно Хоть государственный Хоть религиозный Хоть иудейский Хоть какой Важно Что по сути Поступки были добрыми Содержали радость Полезность Знания Самоконтроль И так далее Вот Принципы По которым Живут христиане А формальный Закон Никакого смысла Не имеет Те которые От Христа Иисуса Распяли мясо С его желаниями И страданиями То есть Суть именно В освобождении От привязанности К материальным Объектам К делам мяса Выше описано И мясо Оно имеет Как желание Так и страдание Как тут верно Написано Поэтому Следование мясу Оно неизбежно Все равно приводит К страданиям И христиане Его оставляют И следует Пневме Если мы живем Пневмой То по пневме И будем ходить То есть Не будем Допустим Выпендриваться Ну я тут Тролить перевел Тут Что то такое Похожее Там да То есть Как то Так друг другу Завидовать И друг другу Как бы так Вот унижать В любой форме Это все Не по пневме А по мясу Почему всякие Оскорбления По мясу Потому что мясо Оно сражается С мясом За мясо Да То есть Борьба За Полового партнера За еду Она В древнем мире Велась довольно жестоко И сопровождалась Там побоями Убийствами А сейчас у нас Время цивилизованное Все то же самое Выглядит теперь Как оскорбление Клевета И так далее Но суть всего этого Та же самая Что ты словесно Борешься за мясо Что ты Руками борешься Все равно убийство Поэтому Тут она говорит Что результаты Пневмы Совсем другие Не включают в себя Ссоры Злость Склоки Похабства И так далее Известная проповедь О любви Первая коринфянам Тринадцатая Где он Да Говорит Что для христиан Первична именно Любовь То есть Они могут иметь Гнозис Определенное Знание Знать языки Людей И ангелов Но тем не менее Наиболее важным Важной социальной Установкой И является Любовь И вот он ее Описывает Она противостоит Закону Потому что Закон это Система насилия А любовь Противоположна Насилию Как он тут И говорит Что любовь Делает добро Не ищет Для себя Не считает Зло А закон Именно считает Зло То есть Подход Закона Это рассчитывать Кто тут Зло сделал Кто тут Соблюдает Закон Кто не Соблюдает А подход Любви Другой Совершенно Почему я Это все В главу Закон Включаю Потому что Любовь Противостоит Закону В христианских Ценностях В послании Римлянам Во второй Главе Довольно Тоже интересно Он говорит Что народу У которых Не было Закона Имеет Некий Закон Природы И Суд Осуществляется По тому Закону Который Был То есть Насколько Человек Сам Понимал Морально Своих Действий Вот Настолько Он И Будет Судим А Не По Иудейскому Закону Не По Манихейскому Закону Не По Какому Был Закон То есть Будет Проводиться При Суде Оценка Насколько Человек Искренно Пытался Следовать Своей Жизни Добру Исходя Из Тех Культурных Обстоятельств Которые У него Были Или Исторических Они Могут Быть Самые Разные Нам Часто Трудно Понять Логику Древних Людей Логику Людей Другой Национальности А вот Суд Христов Такой Будет Что Он Будет По Евангелию Павла То есть По Законам Любви Выше Описанным Насколько Человек Мог В этих Обстоятельствах В которых Он Жил Для Нас Возможно В каких Странных Насколько Человек Мог Следовать Вот Этим Принципам Любви Истины Спокойствия Борьбы С сильными Желаниями И так Далее Вот Это И Будет Оцениваться Ну Вот Он Да Также Говорит Что По Сути Закон Умер То Есть Христиане Убиты Для Закона Через Тело Христа И После Этого Никакому Закону Не Обязаны Подчиняться Кстати Удивительно Что До Сих Пор Не Запретили Послание Апостолов В Путинской России Так Как Послание Апостолов Призывают Не Подчиняться Закону А Следовать Любви И Я Еще Дойду Что Послание Апостолов Говорят О Богатых Это Явно Все Экстремистские Призывы Довольно Странно Что Они Это Не Запретили До Сих Пор По Поводу Ритуалов Прежде Всего О Жертвах Идолах Потому Что Тогда Это Выглядел Как Жертва Идолам И Сейчас Тоже Как Жертва Идолам Вот Тут Кстати Четко Сформулировано Единобожие Прям В одной Фразе Что Все Идолы От Космоса Нет Идолов Кроме Тех Кто В Космосе И Нет Бога Кроме Одного Нет Ни Одного Текста От Троицы Ни У Христа Ни У Апостолов Самого Слова Нет Зато Они Четко Говорят Что Нет Бога Кроме Одного И Все Кто Иным Богам Приносят Жертвы Они Стало Якобы На Небе Или Якобы На Земле То У Один Бог Отец И Один Господь Иисус Христос Вот Формула Христианская Один Бог И Один Господь Иисус Христос Естественно Господин Иисус Христос Это Творение Бога Ну И Вот Он Говорит Что Поскольку Мы Идолов Не Верим И В Особенности По сравнению С Богом Мы Считаем То есть Можно Допустим Имитировать Какие-то Православные Обряды Католические Или Любые Другие Потому Что В обрядах Все равно Никакого Смысла Нет В том Числе И Можно Идоложертвенное Потреблять Это То Что Они Освященную Там Пасху Освященную Какие-нибудь Там Святую Воду Это Посвященное Идолам Объект То То Вот Это Все Рассуждения Прямое Отношение К нашей Что Это Просто Обряд Магический В силу Которого Мы Не Верим Можно В принципе Употреблять Эти Все Пасхи И так Далее Потому Что Ничего Там Она Не Не Освящается И Не Загрязняется Потому Что Пища Нас Богу Не Представляет И Если Съедим Потом Будем Голодными Если Не Съедим Мы Можем Тоже Действовать То Пища Относится К Материальным Объектом Но В то же Время Если Допустим Человек Думает Что Мы Употребляя Дело Жертвенное Участвуем В каком-то Обряде Например Отмечаем Пасху Православную И так Далее Тогда Лучше Не Делать Потому Что Это Получается Ты Проповедуешь Православие То Если Кто-то Знает Что Ты Употребляешь Дело Жертвенное И Думает Что Ты При Этому Участвуешь В обряде То Лучше От Этого Отказываться Еще Раз Он Говорит Про Ритуалы Что Нужно Бежать От Эдола Поклонства То Что Закалывают Как Жертву Закалывают Демонам А не Богу И Тот Кто Участвует В этом Обряде Сознательно Думая Что Он Служит Демонам То Он Приобщается Демонам Невозможно Пить Одновременно Чашу Христа И Чашу Демонов Православные Обряды Почему Демонам Посвящены Потому Что Они Открыто Говорят Что Тот Кому Они Поклоняются Он Сотворил Космос Сотворил Материальный Мир А мы Знаем По Евангелию И от Апостолов Что Космос Это Зло Таким Образом Православные Сами Признают Что Они Молятся Тому Кто Злой То есть Демон Бог Он Не Творил Космос Но Он Сотворил Структуры Которые В космосе Сражаются Со Злом И Он Спасает Нас От Космос От Материального Мира Поэтому Вот Эти Все Эти Поучения Напрямую Относятся К православному Который Поклоняется Демонам Ну И Вот Он Говорит Что В принципе Все Что В магазине Продается Можно Есть Не Думая О Какие Там Они Обряды Над Ним Свершили Потому Что Их Обряды Никакой Силы Не Имеют Демонически Бог Сильнее Демонов Вот Ну А Если Кто Говорит Что Это Именно Обряд Что Это Жертва Допустим Что Это Освященная В церкви Какая То Тогда Лучше В этом Не Участвовать Потому Что Это Будет Обозначать Что Вы Участвовать В Обряде Поклонения То Что Называется Пневматики И Соматики В данном Случае Это Учение Не Каких-то Гностиков Которых Сочинили Вообще Слово Гностики Насколько Я Понимаю Не Употреблялось Ранними Христианами А Это Учение Павла То Он Говорит Что Есть Пневматики То Есть Люди Которые Живут По Пневме Есть Соматики То Люди Которые Живут По Мясо Я Перевел Как Мясные Да Ну И Вот Он Говорит Что Если Кто У Кого Зависть Ссоры И Агрессия То Они Мясные И Они Ходят По Человеку То Пневматик Он Не Тем Отличается Что Он Якобы Там Какими Магическими Способностями Обладает Или Что Такое Пневматик Прежде Всего Отличается Низким Уровнем Агрессии И Высоким Причинно-следственные Связи Так Сложилась Жизнь Человека Что Он Обладает Низкой Агрессией Низким Уровнем Привязанности К Материальным Объектам Поэтому Ему Отвратительно Вот То Чем Живет Этот Мир Естественным Образом Вот Так Предопределен Человек Так Рожден Ему Отвратителен Космос И Поэтому Он Естественным Образом Примыкает К Христианству Вот В чем Предопределение Призвание А не в том Что якобы Пневматики Это какие-то Там Колдуны И так Далее Колдуны Служат Дьяволу Как нам Объясняет Манихаем О молитве Довольно Много И у апостолов Апостолы Точно Говорят Что нужно Молиться Причем Молиться Нужно Уверенно Пусть Просит Верия Ни в чем Не сомневаясь Потому Что Кто Сомневается Походит На Волны Море Которых Ветер Гонит Швыряет Как угодно Мужчина С двумя душами Непостоянный На всех Своих Дорогах Пусть Он не думает Что получит Что то Господин То есть Молитвы Определенные Направляются К Богу Света С верой Что Бог Света Способен Победить Бога Материи И Бога Тьмы Такая Молитва Будет Исполнена Богом Причем Бог Дает Всем Просто И не Упрекает Упрекает Это Из области Космоса Колоссянам Четвертая Глава Говорит Придерживайтесь Молитвы Не спите На молитве Ну и Молитесь Он просит О монахах Чтобы Бог Открыл Монахам Дверь Слова Чтобы Они могли Правильно Рассказать Тайну Христа И тут Образ Еще Что Покупают Как бы Христиане Покупают Выкупают Время Также Деяниях Павла Хрифеклы Фекла Молится О дочери Женщины Которая Ее Приутила И В данном Случай Даже Видно Что Фекла Молится О том Чтобы Умершая Дочь Фулканила Имела Вечную Жизнь Ну Об этом Тоже Кстати Манихай Говорит Что Можно Молиться О мертвых Чтобы Они Имели Жизнь Вечную То Стали Архатами Освободились Каким Образом Это действует Я не знаю Но Определенно И В посланиях Апостолов Этот тезис Есть И в Манихай Поэтому Тут я Просто Как есть Это Оставляю Это Входит Христианское Учение Можно Молиться За Мертвых Что Что касается Поста То есть Различных Пищевых Предписаний Основной Тезис Что Нет Ничего Самого По Себе Нечистого То Мы Что-то Употребляем Или Не Употребляем Не потому Что Оно Ритуально Нечистое Сама Концепция Ритуальной Нечистоты Иудейской Нами Полностью Отвергается Ну И Других Религиях Есть Чистые Нечистое Если Кто-то Считает Что-то Нечистым Тогда Для него Нечистое По Самой Своей Сути Все Материальные Объекты Грязные Переполнены Страданием И В то же Время Могут Использоваться Для Поддержания Жизни Например Поэтому Нам Более Важно Печалится Ли Мой Брат Из-за Вот Этой Пищи То Если Допустим Из-за Каких-то Пищевых Предписаний Людям Плохо Человек Бывает Что Соблюдая Диету Так Что Это Мешает Сильно Другим Людям Или Запрещает Другим Людям Что-то Есть Вот Это Плохо Царство Бога Не заключается В пище И питье Но В справедливости В мире И в радости В святой Пневме Поэтому Из-за Еды Не нужно Разваливать Дело Бога А дело Бога Заключается В спокойствии В разуме В Предотвращении Любого рода Агрессии Если Из-за Еды Какая-то Агрессия Возникает Это Плохо Поскольку По сути Это Все Чистое В то же Время Он Дает И Рекомендация Именно Говорит Что Хорошо Не Есть Мясо И Не Пить Вина Ну И Вот Этому Следует Манихейский Монахи Как тут Написано То есть Мы Не Едим Мясо И Не Пьем Вина Не Потому Что Они По Природе Какие-то Там Не Чисто Или Что Допустим Вещество Мясо Чем-то Там Мистически Отличаются От Вещества Допустим Хлеба Да Просто Потому Что Хорошо Вот Не Есть Мясо Так Как Это Принцип И Ненасилие Да Сохраняется Жизнь Животных И Мы Не Становимся Должны Этим Животными Не Пить Вина Почему Хорошо Не Пить Вина Вроде Каждому В наше Время Понятно И Вред Алкоголя Хорошо Описан То есть Хотя Принципиально То есть Если Возможно Какие-то Ситуации Есть Даже В которых Приходится Выпить Допустим Вино Я Не Знаю У Меня Не Возникает Но Возможно Могут Быть Такие Ну Тогда Можно Кстати Пить Вино Потому Что Они Не Являются Сами По Себе Не Чистыми Это Просто Вот Мы В Рациональных Целях Это Выбираем Что Хорошо Не Есть Мясо И Не Пить Вина Счастлив Тот Кто Не Осуждает Себя В Том В Чем Решает В То же Время Вот Если Сомневаешься То Ты Осужден Если Начинаешь Там Думать Надо Есть Не Надо Есть То Не Надо Есть То То Есть Никак Это Все Эти Принципы Не Противоречат Тому Что Диету Какую Не Соблюдать Есть Пищевые Предписания Для Монахов Манихесте Естественно Каждый Может Соблюдать Диету Исходя Из Своего Здоровья Просто О том Что В то Время Пищи Приписывали Ритуальный Характер Это Плохо И Неправильно А Если Кто Решил Допустим Что Ему Хорошо Такую Пищу Есть И Плохо Другую То Конечно Он Может Этому Следовать Дело Что Хорошо Не Есть Мясо Что Касается Проповеди То Яков Пишет Что Если Кто Заблудится От Истины И Возвратит Его То Он Спасет Душу Этого Грешника От Смерти И Скроет Множество Грехов То То Этот Принцип Тоже Обустого Говорили О Монахах Довольно Подробно Павел Рассказывает Во Первых Он С самого Начала Основной Тезис Женщине То Секс Это Плохо То Он Сразу Говорит Что Хорошо Без Секс И Он Хочет Чтобы Все Люди Были Как Он То Чтобы Все Люди Были Монахами То Вот Эта Тезис Что Монахи Лучше Семейных Он Четко Заявлен Апостолом Павел Это Первое Послание Коринфянам У нас Будет Седьмая Глава В Манихейской Разметке Там Манихейском Ну Вот Дальше Он Говорит Что Хорошо Неженатым Если Они Останутся Как Я То Если Они Останутся Монахами Но Если Не Удерживаются То Пусть Женятся Ведь Лучше Жениться Чем Гореть То Есть Не Запрещен Брак Тем Не Менее В Христианстве Но Это Является Следствием Слабости Человека То Он Не Смог Стать Монахом По Каким То Причинам И Поэтому Тогда Уже Лучше Жениться Гореть Имеется Ввиду Это То Что Христос Говорил Что Кто Посмотрел На Чужую Женщину С Желанием Тут Уже С Ней Прелюбодействовал Будет Гореть То Лучше Тогда Жениться Если Не Может Сдерживать Сексуальных Желаний И Будет Потом Гореть За Всяческие Там Развраты Похапства Что Касается Женатых То Запрещены Разводы В христианстве И Вот Он Это Опять Повторяет Христос Это Говорил Что Если Жена С Мужем Разведутся То Она Должна Быть Незамужней Или Помириться С Мужем И Аналогично Мужу Жену Нельзя Оставлять Это То Что Говорил Христос Дальше Я Пропускаю Некоторые Там Подробности Но Вообще Он Говорит Что Время Стягивается То Есте Мы Умираем И Времени У нас Все Меньше Поэтому В общем Это Все Не Важно Потому Что Те Кто Имеют Жен Они Должны Быть Как Не Имеющие Потому Что Это Неважно Это Все Рано Скоро Жизнь Кончится Все Мы Умрем Рано Или Поздно И Употребляющий Космос Должны Быть Как Не Использующий Потому Что Схема Космоса Изменяется Он Говорит Прям Дословно То есть Там Прямо Слово Схема Греческая И Слово Космос Тут Можно По-разному Понимать О чем Он Говорит Но Я думаю Что Да То Свет Из Космоса Уходит И Скоро Будет Конец Света Видимо Об Этому Но Вот Он В контексте Тех Поучения Семейной Выражения Поэтому Те Кто Имеет Жен Должны Быть Как Будто Они Не И 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 Монашество Это Более Счастливое Состояние Потому Что Оно Беззаботное Так Как Неженатый Заботится О том Что От Господина Иисуса Христа То есть Неженатый Заботится О том Он Разделен То есть Семейный Он В первую очередь Он Служит Своей Семье В данном Случае Жене Он Говорит Ну Естественно Что И Детям В то же Время Христианские Идеалы Могут Противоречить Этому То есть Есть Также Общее Благо Получается Семейный Он Постоянно Между Общим Благом Между Высшими Ценностями Колеблется И между Семейными Ценностями Монахотерапия Для семейных Которую Я в большом количестве Вынужден Слушать Так как Для монахов Нет Вообще Есть Только Для семейных Сейчас Она Всегда Исходит Из того Что Там Человек Человек Невроз То есть Все Сумасшедшие По сути Семейные Получается А почему Сумасшедшие Потому что Конфликт Между Двумя Этими Вещами То есть Либо Ты Семье Служишь Либо Ты Служишь Миру Невроза Не имеет Вот этого Социального Потому что Семьи у него Нет Он служит Всегда Одним Конкретным Ценностям В этом Плане Он Беззаботен Ну И то же Самое Для женщин Что Замужняя Заботится О том Как понравится Мужу И это От космоса То есть Всякая Косметика Всякая Еда Материальная То есть Замужняя Полностью Женщина Погружена В материальный Мир Это По женщинам Заметно И собственно Женский Гендер Такой Да Вот Постоянно Что-то Суетится По хозяйству А это Собственно От космоса То есть Это Вообще То Все Зло А Незамужняя В то же Время Заботится О том Что От бога Чтобы Быть Святой Телом И Пневмой Пишет Павел Он Говорит Что Монашество Это Для Вашей Собственной Пользы То То Есть Как Б Сейчас Идеология Космоса Она подает Дело Так Что Монашество Аскетизм Чем-то Себя Лишает Страдает И так Далее У апостола Павла Все Наоборот Выглядит Что Семейный Наоборот Что-то Страдает Со своей Семьей Да Как раз Монах Он Беззаботный И Это Ему Полезно То есть Аскеза Это Наоборот Семейная Жизнь У Павла А Монашество Как бы Такая Нормальная Обычная Хорошая Это Все Неприлично Если Кто-то Хочет Социальным Условностям Может То есть Не грешат Пусть Женятся То есть Семейное Состояние Предусмотрено В христианстве Мы считаем Что монашеское Состояние Гораздо Лучше Но Семейное Так же Возможно И Мани Хай Тоже призывает Никогда Семейных Не унижать Последователей Что есть Последователи Семейные Христианство Это тоже Хорошо У них Происходит Определенное Развитие Духовное И есть Смысл В этой Деятельности Которой Они Занимаются Ну В общем Вот он Суммирует Что Кто Выдает Замуж Допустим Дочь Хорошо Девает А кто Не выдает Еще Лучше Такой Тезис По поводу Монашества По поводу Оплаты Он говорит Что Можно Тем Кто Возвещает Евангелие Жить От Евангелия То есть Можно Монахам Оплачивать То Чем Они Занимаются Но Он Говорит Что Он Этим Не Пользуется То Можно Работать Там У него Тоже Есть Еще Других Местах Что Работаем Своими Руками Монах Манихейский Может Работать Но На Работах Которые Не Связаны С Насилием То Допустим Сельхоз Работы Запрещены Так Там Неизбежно Нужно Какие То Допустим Растения Убивать Животных Каких Там Убивать Или Заставлять Что То Делать Манихейский Монах Может Заниматься Ремеслом Во Франции Ткачами Называли Даже Может Называться Интеллектуальной Естественной Деятельностью Допустим Там Преподавать Программы Делать И так Далее Это Все Деятельность Не Связанная С Насилием Это Все Может Манихейский Монах То Заповеди Не Работать Для Манихейского Монаха Нет Иногда Приписывают Такого Нет Можно Работать Просто Чтобы При этом Никого Не Убивали В Деяниях Павла И Феклы Довольно Большая Проповедь Павла По сути О Монашести Потому Что Вот Он Говорит Счастливы Те Кто Сохранили Мясо Чистым Счастливы Воздержанные Счастливы Те Кто Име Джон Как Бо Не Имия В Принципе Пересказ Того Что Выше Павел Говорил Где Тут Еще Монах Счастливы Те Кто От Любви К Богу Не Живут По Космосу Ведь Они Будут Судить Ангелов Вот Эта Тезис Что Монахи Будут Судить Ангелов Павлом В Различных Писаниях Постоянно Повторяется Ну И Вот Конкретно Счастливы Тела Девственниц Ведь Они Будут Угодны Богу И Не Потеряют Награды Своей Невинности Тут Конкретно Что Счастливы Монахиню Ну Проповедь Насколько Я понимаю Это Девушки Обращена К Фекле Поэтому Тут О Девушках Говорится Семейное Состояние Чем Еще Плохо Как Бо От Себя Надо Мне К Павлу Добавить Я Когда Семейных Наблюдаю В Интернете Или В Жизни Даже Когда Участвуют В Любых Тусовках Парарелигиозных Любых Конфессий Они Привыкли Постоянно Строить Какие-то Социальные Иерархии То есть Когда Семейные Даже Религию Обсуждают Они Постоянно Выясняют Кто Из них Главный Или Думают Что Над ними Какие-то Авторитеты Главные Они Выстраивают Какую-то Постоянную Систему Видимо Потому Что Они Постоянно Живут Семьи Они Общее Решение Какой Будет Как Муж Решит Или Как Жена Решит Они Постоянно Это Проецируют Во всю Деятельность И Для Них Видимо Установить Иерархию И Добиться Общего Согласия Это Более Важно Чем Истина Объективная Или Чем Объективная Мораль То есть Для того Чтобы Установить Общее Согласие Они Могут Там Друг На Друга Накричать Друг друга Оскорбить Как То Унизить Подавить Потому Что Для Них Первично Установить Систему Кто Главный Кто Не Главный И Обеспечить Согласие Видимо Вот Такой Образец Поведения У них В семье И Видимо Они Без Этого И Не Могут Организовать Потому Что Семья Это Минимальное Общество Это Минимальное Государство Ну И Мне Постоянно Кажется Что Это Сильно Искажает У них Реальности Это Нерационально Это Делает Их Чересчур Агрессивными Как Я Это Воспринимаю Вот Уже Сколько Я лет 15 Уже Монах Манихейский То Я Привык Жить Совершенно Один Работать Один У Меня Этого Нет Моя Обычная Жизнь Не Заключается В Подавлении Каких Других Людей На Ворот Она Заключается В том Чтобы Занятие Это Подавлять Другого И Это Очень Сразу Видно Когда Ты К этому Не Привык Когда Ты Так Не Живешь Это Сразу Видно Семейно Что Они Всегда Друг Друга Подавляют Что Там Выясняют Кто Почем Кто Сейчас Главный Тыры Пыры И Это Конечно Отвратительно Вот Это Еще Как Б Одна Причина Которая Для Меня Лично Говорит О том Что Монашеское Состояние Лучше Так Оно Более Спокойное Не Предполагает Агрессии Постоянной Не Предполагает Того Что Для Тебя Важны Какие-то Социальные Ценности А Ты Уже Занимаешься Тем Что Действительно Нужно То Истинной И Богом По Поводу Богослужения Учения Апостола Павла В основном Вот Он Против Говорения На Языках Я Не Знаю Насколько Вот То Что Они Тогда Говорили На Этих Языках Насколько Это Походит На То Что Сейчас Вытворяют Харизматы С Пятидесятниками Так Как Вполне Очевидно Что Харизматы С Пятидесятниками Вытворяют Непотребство Но В общем-то И Павел Вся Вот Это Проповедь Павла В 14 Главе Против Нерациональных Практик Так Скажем Ну Вот Кто-то Там Он Говорил На Каком-то Языке Который Другие Не Понимали Что Из Этого Всего Можно Извлечь А Другие Говорили Так Что Другие Понимали И Это Называлось Пророчествует Поэтому Он Говорит Что Кто Говорит На Таком Языке Который Другие Не Понимают Он Строит Сам Себя Кто Пророчествует Строит Церковь То Собрание В принципе Он Говорит Практика Гласолали В том Виде Как Ее Восстановили В Двадцатом Веке Я Не Знаю Но В Любом Случай И Даже То Что Там У Них Было Тут Осуждается На Сам Деле То Что Говорит Что Лучше Говорит Так Чтоб Другие Понимали Естественно И Объясняет Что Язык Он Должен Передавать Какую Информацию Потому Что Иначе Тот Кто Говорит На Языке Будет Как Варвар Для Того Кто Говорит Ну Для Другого Человека Который Не Понимает И Если Даже На Каком То Непонятном Языке Кто Говорит Пусть Молится Чтобы Это Все Объясняли Ну В 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 Мне Кажется Даже Излишнее Поэтому Я Тут Сокращаю То Объясняет Людям Что Такой Язык Что Язык Это Средство Передачи Информации Для Нас Это Вполне Очевидно Ну Вот Как Он Предлагает Чтобы Богослужение Выглядел Во-первых Явно Говорили Сами Верующие Там На Собрании Да Причем Кто То Говорил Некие Пророчества И Другие Рассуждали Вот Так Видимо Выглядело Причем Говорит Чтобы Они По Очереди Пророчествовали То Нечто Такое Видимо Эмоциональное Говорили А потом Вокруг Эмоционального Что-то Они Обсуждали Видимо Вот Так Тут Это Выглядит В любом Случше Он Призывает Чтобы Это Было В полном Порядке Потому Что Бог Не Есть Бог Беспорядка Мира По Поводу Женщин Он Говорит Чтобы Женщины В собраниях Молчали Пусть Подчиняются Как и Говорит Закон Тут Не Написано Моисеев Закон Скорее Всего Тут Римский Закон Что По Римскому Закону Женщины Подчинялись Мужьям А Если Женщины Хотят Чему-то Научиться Пусть Спрашивают Дома У Своих Мужей Ведь Стыдно Женщине Говорить Собрание Ну В целом По Крайней Мере Ну Час В сетевых Сообществах Манихеях Конечно Не Запрещают Женщинам Говорить Но По Крайней Мере Видимо Стыдно Чтобы Она Лидировала Потому Что Я В Различных Религиозных Тусовках Которые Я Обычно Пассивно Наблюдаю Я Вижу Что Часто Женщины Пытаются Рот Затыкать Часто Женщины Какому-то Авторитету Бездумно Следуют И Пытаются Всех Подавить В том числе Мужчин Чтобы Никто Ничего Не Обсуждал И Это Явно Деструктивная Деятельность И Такие Женщины Действительно Пусть Лучше Бы Молчали А Если Хотят Чему-то Научиться Пусть Спрашивают Дома У своих Мужей То есть Когда Женщины Себя Вот так Вот Ведут Подавляя Допустим Рассуждение Что Выше Именно О Рассуждении Говорилось Что В собраниях Верующих Должно Быть Рассуждение Рациональное Если Они При этом Подавляют Сам Принцип Рассуждения То Конечно Лучше Молчали Ну На практике Сейчас В манихейских Сообществах Конечно Мы Вот Этого Не Делаем Чтоб Совсем Уже Молчали Если По сути Дело Говорят Женщины То Пусть Говорят Конечно Но Возможно Тогда Они Не образованные Были И Тогда Просто Трудно Было С ними Справиться Совсем В этом Плане По поводу Праздников Праздники В принципе Можно Не соблюдать То Что Праздники Это Нечто Вот Материальное Гала Там Третья Голова Написано Ну В принципе Можно Соблюдать То есть У манихеев Есть Праздники Но Они Не Носат Сакрального Характера Конечно Можешь Не Соблюдать Все Что Там Связано С Бем И Так Далее Но Обычно Мы Традиционно Соблюдаем Не Потому Что Это Некий Закон Да Просто Как Быть Такой Вот Обычай У Нас Есть Определенная Система Праздников Скорее Традиция Такая Она Не Обязательна Для Соблюдения Как Тут И Написано Еще По поводу Семьи В основном Коринфянам Где Были Греки Недавно Обращенные Вот У них Там Даже Кто-то Имел Жену Своего Отца И тут Категорически Апостол Павел Предлагает Передать Такого Сатане В уничтожение Мяса Чтобы Пневма Была Спасена В день Господина Не Совсем Понятна Эта Формула Ну Видимо Просто Изгоняли Из Собрания Верующих Шестая Глава Коринфина Категорически Против Разрата Дело В том Что Проститутки При храмах Венеры Были Обычно Или Афродиты Поэтому Он говорит Что Если Кто-то Христианин И совокупляется С проституткой То он Становится Одним Телом С ним Потому Что Будут Двое Одним Мясом А кто Склеивается С господином Тот Однопневно Поэтому Как бы Это Осквернение Тела Христа Совокупляется С проституткой Развратник Грешит Против Собственного Тела Ваше Тело Храм Святой Пневмы И Вы Выкуплены За деньги Поэтому Прославляйте Бога Вашем Теле Также Интересно Что В Деяниях Павла И Фекла В 14 Главе Димас И Ермоген Это Два Предателя Два Подлеца Они Пытаются Предать Павла И Феклу Что И Феклу Они Фактически Предают Чтобы Их На мучение Власти Они Инициаторы Преследования Они Сначала Были Христианами Эти Димас И Ермогена Потом Они Предали И И вот Они Говорят Какое У них Учение Что Воскресение Совершается В наших Детях И что Мы Воскресаем Когда Опознаем Бога То есть Учение Этих Двух Предателей Оно Как раз Семейное Что Якобы Воскресение Это В детях И оно Здесь Представлено Как Негативное Деяние Павла И Феклу Потому Что Наоборот Деяния Павла И Феклу Призывают Монашество Там Суть Всего Текста В страданиях Монахини Фекла Которую Все время Замуж Пытаются Выдать Но Он Отказывается Ну И вот Злое Учение Такое Что Воскресение Совершается В наших Детях Или Познание Бога То есть Какое Абстрактное Оно Противоречит Христианскому Учению О том Что Воскреснут Святые Праведные Монахи Ну И все Остальные На суд Естественно По поводу Богатства Крайне Негативная Позиция У апостолов Заявленная В такой Фразе Что Богатый Может Хвалиться Только Своим Унижением Потому Что Его Богатство Пройдет Как Цветок Травы Солнце Взошло Высушило Траву И Цветок Упал Поскольку Любое Потребление Это В материальном Мире Означает Забрать У кого-то Другого По сути Чем Богатые Занимаются То есть Они Ради Своих Сиюминутных Наслаждений Которые Они Все равно В могилу Собой Не Унесут Они Грабят Делают Несчастными Унижают Миллионы Других Людей Посмотреть Допустим Как какие-нибудь Негры Там Работают В шахтах Добывают Драгоценности Которые Потом Какая-нибудь Богатая Дамочка Носит Просто И Выпендривается Ими Это была Побрякушка Там Миллионы Несчастных Негритянских Детей В страшных Мучениях Работают И умирают В детстве Вот Пример Каково Унижение Богатых Что Они Ради Каких-то Своих Ради Гордости Космоса Как Пишут Ио В другом Месте Они Совершают Страшные Преступления Забирая Все У бедных Позиция Апостолов Конкретно На стороне Бедных В этом Конфликте Вот Например Яков Вторая Глава Пишет Что Бог Избрал Нищих Космосу Богатыми В вере И Наследниками Царства А Богатых Не Избрал Более Того Он Пишет Что Богатые Переменяют Против Вас Власти Тащат Вас Суды И Оскорбляют То Доброе Имя Которым Вы Названы Прямо Совсем Удивительно Как Подобное Учение Стало Наоборот Знаменем Государств Империй Применялось Богатыми Для Подавления Протестов Бедных И так Далее Потому что Это Учение Конкретно Против Богатых Вот Еще Яков Пятый Глава Пишет Плачьте Богатые Забывайте Когда приходят Ваше Несчастье Ваше Богатство Сгнило Ваши Одежды Побиты Молью Ваше Золото И серебро Заржавеют И Вся Их Ржавчина Будет Говорить Против Вас На Суде То есть Сам Факт Богатства Как я Уже Говорил По Евангелии По Апостолам Сам Факт Богатства Будет Говорить Против Них На Суде То есть Сам Факт Что Они Собрали Много Ресурсов А За Это Они Никак Не Воздали То есть Как Учат Маниха И Христос Можно Любыми Ресурсами Пользоваться Когда Ты Можешь Их Использовать Для чего То Доброго Когда Они Используются Для Наслаждений И Гордости То Естественно Они За Это Будут Осуждены Богатые Вот Плата Которую Вы Отобрали У Работников Кричит И Крики Крестьян Вошли В уши Господина Вы Зажрались На земле Утопали В Наслаждениях Откормили Ваши Сердца На день Заклания Осудили И убили Справедливого Который Вам Не Сопротивлялся Ну Лучше Чем Апостол Яков И Я Ругать Богатых Не Смогу В Принципе Все Написано Как Говорит Запрос Дочитайте Вообще Официальное Христианство Это Во всех Отношениях Как Бо Все Наизнанку Да То Есть Реальное Христианство Это Христос Допустим Приходил Богатым Он Говорил Что Они Больные То есть Не здоровые Нуждаются Врача Больные Поэтому Нужно Идти Богатым Потому Что Они Больные И Он Говорил Этим Больным Чтобы Они Снизили Свою Агрессию Чтобы Они Были Добрыми И Чтобы Они Были Милосердными А Сейчас Наоборот Богатый Выходит Поп И Он Говорит Бедным Чтобы Бедные Были Добрыми Бедные Были Милосердными Бедные Были Терпеливыми То есть Вот Это Призыв Делиться Имуществом Призыв Подавить Свою Агрессию Он Направлен Это Был У Христиан Наоборот Против Властей Против Богатых Которые Как раз В этом Мире Больше Всего Агрессию Осуществляют Больше Всего Забирают У Других Грабят Убивают И так далее К ним И был Направлен То есть К реально Больным В нашей Ситуации Ситуации Официального Христианства Наоборот Больные Получают Здоровых То есть Нищих Которым Обещано Царство Небесное Они Почему-то Получают Чтобы они Были Смиренными Добрыми Делились А сами С нами Не делятся Сами Перед Нами Не Смиренны Вот Почему Допустим Они Одеваются В какие-то Одежды Богатые Которые Нам Не Купить Это Они Демонстрируют Что Они Нас Превосходят А Нас При этом Еще Получают Смирение То есть Сами В гордоне По уши Смирение Кто Может Получать Допустим Человек Который В рвании Прям Ходит Реально Такой Аскет Нечесанный Такой Бедный Такой Вот Сразу Видно Что Смиренный Человек А человек Который Стоит В богатой Одежде Как Он Может Получать Смирение У него Самого Явно Нет Смирения По нему Сразу Это Видно Или Тем более Употребляя Всякие Ненормальные Словати Церковно Славянские Это Тоже Средство Продемонстрировать Гордость Что Они Какие-то Ненормальные Люди Пусть Говорит Матами Как Все Говорят Простым Языком Простой Одежде В Бедной Рваной Такой Во Это Реальный Христианин Такие Они Были Христос Апостолы Были Такие Рыбаки Которые Часто Мой Тюгами Которые Я тут Все Перевожу В Плохой Одежде Обличали Богатых Во Это Правильно Это Христиане Тут Все Понятно Что Богатые Зажрались А Бедным Бог Обещал Царство Небесное Вот Это Правильное Учение Все Насколько Живо Это Превратили В Одно Из Главных Оружий Богатых Против Бедных Это Прям Полностью Поменяли Плюс На Минус Все В Обратную Сторону Пошло Дальше В Принципе Это В общем-то Уже Бедных Филипийцам Павел Говорит Что Нужно Быть Довольным Тем Что Есть Несмотря На То Что Богатые Конечно Преступники Из-за Своей Преступлений Они Ответят Тем Не Менее Христиане Они Должны Терпеливо Относиться К тому Что У них Есть Он Говорит Я знаю Ничтожности Избыток Могу И Голодать И Иметь Какие-то Запасы В Принципе Мы Мы Нашу Бедность Перенесем И Мы За Нашу Бедность Получим Награду А Вот Они За Своё Богатство Будут Унижены Поэтому Мы Нашу Бедность Будем Переносить С достоинством И Быть Довольными Тем Что Есть Это Наоборот Наше Благословение Так Бедные Правы А Богатые Неправы Такой Вывод Из Этого Текста Можно Сделать По Поводу Государства Всего Что В Государстве Авторитетно Есть Замечательная Проповедь Апостола Павла Первая Коринфянам Что Мудрость Космоса Это Глупость У Бога То Есть Вот Эти Все Оправдания Которые Богатые Выставили Тут Большое Количество Всяческих Философов Всяческих Религиозных Деятелей Все Они На все Лады Оправдывают Зло Всяческими Теориями Оправдывают Богатство Сочиняют Какой-то Смысл Там В этом Находят В богатстве Государстве Все Это Государство Поддерживает Оплачивает Так Вот Для нас Это Все Херня Потому Что Хоть Там Знамение Хоть Там Мудрость Мнимая Мудрость Мира Сего Она Для Нас Все Равно Потому Что Глупая Бога У Нее Людей Слабая Бога Сильнее Людей Так Вот Бог Он избрал То Что В космосе Считается Глупым То Что Космос Не Признает Как Официальную Мудрость Чтобы Пристыдить Мудрых И Слабая Космоса Выбрал Бог Чтобы Пристыдить Сильное То Вот Эти Все Разукрашенные Куклы Все Эти Попы Всех Конфессий Которых Богатые Наняли Защищать Богатых Вот Это Для Бога Просто Ничто Потому Что Бог Избрал Как Раз Безродные Космоса И Униженные Бог Избрал То Чего Нет Чтобы Уничтожить То Что Есть Чтобы Не Хвасталась Всякое Мясо То Есть Вот Это Все Весит Пафос Богатых С которым Они Подавляют Сопротивление Бедных И И И Материально Это Для Бога Ничто И Все Это Просто Хвастовство Мясо И Чтобы Не Хвасталась Всякое Мясо Бог Избрал Бедных Бог Избрал Тех Кого Мир Преследует Тех Кого Мир Считают Глупами Те Которые Не Имеют Официального Статуса Философов Мудрецов И так Далее Вот Их Избрал Бог Чтобы Престудить Сильное Ну Это В истории Постоянно Наблюдалось Что Бедные Поддерживали Настоящее Христианство В то Время Богатых Преследовали По поводу Иудаизма Так как Спорная Тема Я Опять Выношу Ну Да Категорически Послание Галатам Все Против Иудаизма Оно Говорит Что Вот У Абрама Было Два Сына Один От Рабыни Один Свободный Вот Который От Рабыни Это Закон И он Рожден По мясу А мы Дети Свободные То есть Мы Не должны Соблюдать Иудейский Закон Свободе Которую Христос Освободил Стойте И не Подчиняйтесь Рабскому Ерму Даже Он Четко Говорит Что Если Будете Обрезываться Если Будете Соблюдать Любые Обряды Религии Закона То Христос Вам Ничем Не Поможет Потому Что Если Берут Обязательство Выполнить Как правило Они его Не могут Выполнить А мы От веры Ждем Надежды Справедливости То есть Иудаизм Это дан Частный Случай Конечно Много И других Ритуальных Религий Никакие Ритуалы Не спасают И Никакое Выполнение Ритуального Закона Тоже Не спасет Конечно Об этом Говорит Павел В то же В то же Время Вот тут Интересно Потому Что Он тут Интерпретирует Собственно Тору Пытается Христианский Вот Она входит В маркионовые Тексты То есть Вряд ли Это позднейшая Ставка Католическая Он тут Принципе Интерпретирует Вот эти Истории Торы Как Такие Моральные Христианские Но в то же Время Он не говорит Тут нет Четкой фразы Что допустим Тора Это писание Бога Он просто Вот эти Истории История Именно Пытается Интерпретировать Как-то Морально Есть Такое У Павла Но мне Это трудно Объяснить Потому что Другие Тексты И Христа И Павла Четко Говорят Что Иудеи Поклоняются Дьяволу И что Не нужно Соблюдать Их Закона В то же Время Он пытается Тору Как-то Духовно Объяснить Ну Возможно Он Это Для Иудеев Делает То есть Возможно Какие-то Примеры Оттуда Берет Я не знаю То есть Оставлю Как есть Вот Есть Такой Текст Но Он Не содержит Каких-то Прямых Утверждений Что Нужно Следовать Иудаизму Просто Он Приводит Такие Примеры И Так Объясняет Вот Еще Вторая Коринфянная Третья Глава Тоже Ругает Он Иудаизм Говорит Что Служение Смерти Выбитых Буквах На Камнях Но Было Плохим Потому Что Христианское Учение В Пневме Оно Во Славе И Слава Больше Поэтому Это Служение Смерти Было Уничтожено Так Как Буква Убивает А Пневма Оживляет И Вот Пример У Него Как раз Несовершенство Закона Моисея То Что Моисей Клав Покрывало На Своё Лицо А Сейчас Это Покрывало Сорвано Ну И Также Еще Хороший Там Образ Есть Что Моисей Он Там Видел Бога Со Спины А Мы Лицом К Лицу По Моему Тоже Где-то Апостолов Есть И Вот И Мы Все Раскрытым Лицом Отражая Слава Господина Преображаемся В тот Же Образ От Слава Слава Подобно Как От Господина Пневма То есть Ну Точно Да Иудейский Закон Для Павла Ничего Не Значит И Он Над Ним В общем То Смеется Потому Что Это Закон Который Был В Мертвых Буквах Выбит Покрывало Налицо У Носителя Закона И так далее Первая Римляна Вторая Глава Обвиняет Иудеев Фактически Гордости Говорит Что они Сами Не Соблюдают Собственного Закона И Что Из-за Них Народы Ругают Бога Ну И так же Говорит Что Да Нужно Иметь Обрезание Сердца В пневме А не В буквы Вот Это Будет Подлинное Служение Богу Ладий Китцем То есть Ефесянам Вторая Глава Он Говорит Что Ранее До Проповеди Христианства Язычники И Иудеи Враждовали И Теперь Во Христе Иисусе Мы Сделаны Близкими В крови Христа Он Наш Мир Который Разрушил Перегородки И Ненависть О чем Кстати Это Говорит О том Что Ненависти Непосредственно К иудаистам Не должно быть Или тем более К евреям Потому что Здесь апостол Павел Во-первых Сам Еврей Во-вторых Он Говорит Что Христос Разрушил Перегородки И Закон Этих Догматов Он Для того И Разрушил Чтобы Люди Стали Новыми Людьми Чтобы Они Не думали О Различиях Между Евреями И Не Евреями О Догматах И так Далее Чтобы Не разделяло А наоборот Соединяло Поэтому Вся Анти Иудейская Позиция Она Наоборот Направлена Против Ограниченности Иудаизма А не Против Евреев Не Против Носителей Этой Идеологии То есть Мы Считаем Что Идеология Плохая Она Делает Ее Носители Несчастными Но Ни В коем И пишет Вот Еще Колоссян Вторая Глава Говорит О Расписке Догматов Которую Христос Пригвоздил Ко Христу Сняв Архонтов И Власть И Торжествовал Над Архонтами Поэтому Все Законы О Чистоте Нечистоте Пищи Отменяются Все Праздники Новолуния Субботы Отменяются Потому Что Это Все Может Быть Только Тенью Как И Чего Будущего Оттела Во Христе Неплохо Тут Вообще Продернуто Изображая Ангельское Смирение И Набожность Напрасно Надуваемое Умом Его Мясо Они Пытаются Распоряжаться Христианами Но Это В общем У них Не Получалось Они Только Под С Помощью Государства Они Уже Поуничтожали Подлинных Христиан И Потом Уже Навязали Вот Это Все Изображаем Набожность Да Если Значит То есть Суть Христианства Это В том Чтобы Умереть Для Космоса Поэтому Не Нужно Подчиняться Различным Догмам Космоса Это Понятно Потому Что Они Все Гниют Это Гнилой Закон Космоса И И Также Вообще Традиции То есть Заповеди Учения Людей Вообще Традиция Ничего Не Значит Потому Что Она Человеческая Филипийцам Третья Глава Ну Вот Он Говорит Что Да Он Сам Еврей Говорит Что Он Фарисей Племени Вениамина И Так Далее И Он Собственное Обрезание Ни За Что Не Считает То Что Было Мне Прибыль Через Христа Я Посчитал Убытком То есть Он Считает Собственное Удаизм Даже Недостатком Убытком Сам Считает Что То Что Он Еврей Это Недостаток По Сравнению С Гнозисом Иисуса Христа Через Которого Я Все Считаю Убытком И Мусором Вот Его Позиция Хотя Он Собственное Евреи И Кстати Сейчас Много Евреев Там Одна Четверть Одна Восьмая Четверть Еврейской Крови Да Это Павел Настоящий Древний Подлинный Еврей Фарисей Он Об этом Говорит Он Прям Кондовый Такой Еврей Тем Не Менее Он Считает Что Да Знание Иисуса Христа Выше Всей Национальной Гордости Национальных Мифов И так Далее Вот Позиция По Поводу Иудаизма Позиция